Нет, мы туда не пройдем. Всем хай, с вами Юджин и сегодня мы с вами играем в игру под названием Homeless. Эта игра мне показалась достаточно любопытной, учитывая то, с чем мы столкнемся. Или с кем, или с чем. Столкнемся мы с этим в Бруклине, в ту самую стрёмную ночь 1998 года. Когда мы отправились на работу в подземку. Я что, с неба свалился? Я ненавижу этот чертов город. Богатые беснуются в своих пентхаусах, пока бедные пытаются найти крохи, чтобы поесть. Все мои 45 лет они обещали, что... Ага, я все еще застрял здесь. Вынуждены охранять эти чертовы поезда. За какие-то там гребаные орешки. За гроши, в общем. Черт, я не прочитал фразу. Затупил. Но она будет с субтитрами здесь, в любом случае. Я... Я реально спустился с неба. Это что за прикол? Я тоже не человек? Аграфон-то какой. А атмосфера-то какая офигенная. Ой, погас экран. А что за собака? Где собака, гавкает? Идем? Идем. А хрен. Нам не сюда. А куда же нам? Вот сюда, что ли? Я, к сожалению, практически... Вот я жму шип, чтобы бежать. Он, как всегда в этих играх... Как ей бесит, что люди не бегают в этих играх. А просто так слегка ускоряются. Итак. Метерочная охрана. Это нам. Это вот наша. Здесь мы и работаем. Ну, давайте начнем. Приступим к работе. Тут такой... Эффект широкоугольного объектива. Прикольно. Это создает ощущение, что как будто бы более реалистичная картинка. Телек включим. По телеку, как всегда, шум сплошной. Ну, что мы делаем? Смотрим. Нет? Смотреть не надо. А что надо делать? Фонарика у меня нету. Вот такая вот и работа. Особо ничего не поделаешь. А, смотрите. Блин, 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 блин. Все. Все, хана. Хана. Так, повернул по-нормальному. Вот так. Это записка для охранников Нью-Йоркской станции метро. Задача. Не давать всяким бездомным проникать в метро. В ночное время. Окей. Дорогая команда. До нас дошла информация, что в последнее время участились инциденты, связанные с бездомными, которые пытаются укрыться в станции метро ночью. И хотя мы сочувствуем их жизненному положению, но их присутствие повышает, значительно повышает риск для них и для наших жителей. Первое. Мониторьте входы на станцию. Убедитесь, что вы внимательно просматриваете все входы в течение всей ночи, чтобы обнаружить тех, кто пытается пробраться внутрь. Второе. Сообщайте обо всех, кто пытается пройти на станцию. И третье. Проводите их с пониманием и состраданием. Когда обнаружите какого-нибудь бомжару, то состраданием сопроводите его просто к выходу. Спасибо большое за внимание. Это шеф-офицер Нью-Йоркского метро. Окей, хорошо. С другой стороны ничего нет. Это моя карточка. Это я. Это я. Смотрите, какой суровый у меня взгляд. Альберт Смит, security officer. ID такой-то. Окей. Я должен это забрать? Нет? Ну, давайте. Надо посмотреть на эти камеры снова. Ну, давайте смотреть. Есть ли кто-где. А. Вот. Здесь мы проходили уже. Жалко, нельзя переключаться. Что? Факел не требует... А, фонарь не требует... Масло. Какой фонарь? О чем ты говоришь? Что? И здесь тоже самое скажут? Да. Странно. Здесь никого. Никого. Это я. Окей. А если я вот так встану? А так не могу подойти даже. А. Все. Погоди. А почему я не могу? Теперь я не могу. Один раз... А, вот. Странно. Только с какого-то определенного ракурса могу посмотреть. Потому что это, видимо... Это 2D-картинка. Потому что я понял. Окей. Ой. А, черт. Электричество снова слетело. Надо пойти и починить. Ну, вроде никого нету. Хорошо. Так кто бы захотелось здесь укрыться ночью? Это же стрёмно. Стоп, это что? Тень? Как будто тень от человека внизу. Вот это вот, да? Похоже на тень. Так, ну и что я должен сделать? Куда я должен пойти? Пожалуйста, откройте. Так. Наверное, вниз все-таки? Есть какое-то странное ощущение из-за этого изображения, что все слишком близко ко мне находится. Не знаю, а мне нравится вот этот вид переулков грязных. Конечно же, там стрёмно было бы в реальности находиться, но красиво смотрится. Посмотрите. Так посмотрите на это. Класс. Ну что ж, я думаю, теперь я могу зайти. Почему? Все время гаснет, когда я подхожу. Что за прикол? О да, точно. Мы можем пройти. Игра с хрена. Что это? А, что это? Все. Я закрыл, видимо. Большой пролаг. Это здесь будет электричество? Пипец, жуткая атмосфера. Фонарика у меня все еще нет. Туда я даже не хочу идти без фонаря. Двери закрыты. Икс, икс, икс. Трудно поверить, что здесь реально могут ходить люди днем. Потому что это же ужасное место. Посмотрите, какое оно засранное. Почему? Почему там такое зас... Вот. Такое засранное метро. Мне нужен ключ. И где я его всру? Я не знаю, где я его возьму. Ну, в общем, да. Нью-Йоркское метро сильно засрано. Очень сильно. Это что? Ты хочешь, чтобы я обратно вернулся? Или, может быть, мне пойти в самую тьму, в которую я не могу пойти? Может быть, в кабинете? Стоп, у меня есть какой-то инвентарь. Нет пистолета. Инвентаря тоже нет. Ладно, давайте вернемся. Блин, это как-то обидно. А мы не можем вернуться? Ключ где-то там лежит? Ладно, давайте подумаем. Где может быть ключ? Будь я ключом. Куда бы я себя положил? Не знаю. Вообще без понятия, куда бы я себя положил. Ну, почему-то здесь валяется. Ну, это было бы странно. Нужен ключ, говорят мне. Короче, походу я просто не пошел туда, куда надо. А куда надо идти? Вот здесь я могу пройти? А-а-а-а. Окей, мы, видимо, обойдем просто то место. Начинается... Начинается странное видение. О, кто? Кто стучится? И куда стучится? Так, туда страшно идти. Туда нам не надо идти. Здесь есть налево путь и направо. Точнее, прямо вниз. Давайте сначала налево пойдем. Кстати говоря, кто-то тут уже разложился. Кто тут уже, блин, разложился. А-а-а... Этот мир ничего мне не дал. И я желаю умереть. Но у меня нет денег на гроб. Или денег на священника, чтобы произнес молитвы на моих похоронах. Жутковато. Очень жутковато звучит. Блин, да, на самом деле ты же... Ну, так надо задумываться, насколько у людей бывает патовая ситуация. И потом думаешь, какого хрена, какого хрена ты смеешь, Евгений? На секунду хотя бы жаловаться или грустить. Мне даже выгонять сейчас никого не хочется. Мне не хочется выгонять бездомных, если я увижу их. Что? Что? Что-то здесь... Темно. Но ключ, скорее всего, тут. Ага, Lucky Stars. Это мусор. Он жопы его тогда. Здесь так темно, я ничего не вижу. А! Кстати говоря, мы же в хоррор играем. Надо не забывать. Поэтому никакого сострадания к бездомным. Потому что это все враги здесь. И аккуратней будь, когда поворачиваешься назад. Сюда нельзя пройти. Вот здесь. Вот он. Прекрасно. О! Рупор. Ладно, его нельзя взять. Можно просто посмотреть. Здесь ничего нет. Ровно как и в шкафчиках. Окей. Да какого черта, блин? Кто постучался в окно? Кто-то издевается. А? А? И что это было заведение, где я кого-то убивал? Или кто-то убивал меня? Это мои фантазии? Потому что я устал, я задолбался. Оно. Оно само прокручивается? Или кто-то уже здесь прошел? Здесь, возможно, кто-то прошел. Окей, мы можем сейчас починить, наконец-таки, электричество. Все? Перезагрузить или что? Походу, все. А, нет, еще здесь есть что-то. Что-то нажать. Или забить. Миссия выполнена. Ой. Кто там? Я даже не видел, что здесь можно пройти. Господи, атмосфера пипец. Как же нагнетает. Там кто-то напевает? Таким басовым голосом. Че за нафиг? Неужели так мало денег у Нью-Йорка, что они не могут привести в метро в порядок, чтобы все было освещено нормально? Что? Ты когда-нибудь слышал плач голодного человека? Блин. Сейчас я повернусь назад и... Что? Что? Что это такое? Это... Это дверь какую-то... Не понимаю. Короче, все эти двери закрыты. Сюда не пройти. И сюда тоже не пройти. Возвращаемся обратно. Мне показалось. Просто показалось. И все. Здесь тоже не пройти. Тут вопрос такой. А с электричеством-то мы справились? Стоп. Чик-чик-чик-чик-чик. О май гот! Это нож! Вы нашли нож. Это тот нож, который я видел в том страшном видении? Ладно, мне походу надо уходить. Все, я электричество починил. Надо возвращаться обратно. Мониторить. А что за нафиг? Теперь я не могу вернуться. Меня закрыли? Боже мой! Мне надо идти дальше. А может быть я должен был найти нож? Я хочу вот сюда пойти, но не дают. Что я должен сделать? Может быть вентиляцию? Так, я присаживаться здесь не могу. Ножиком я тоже не могу воспользоваться. Это штука можно брать. И зачем мне ее брать? Непонятно. Вот зачем ее брать. Какая-то из дверей. Вот эта дверь. Все, наконец-таки мы можем пройти дальше. А это кто нарисовал? Это кто, блин, нарисовал? Это я нарисовал, конечно же. О, господи! Кто-то здесь есть. Кто-то здесь есть. Идем смотреть. Мне нужен фонарь. Ааа! У меня уже глючит. Это прикольно сделали с поворотом фонаря. Итак. Опа! Шприцы. Так. Потерял семью, потерял дом, потерял все. Кофе. Бутылочка. Что это за звук такой? Надо убедиться, что я все здесь посмотрел. Тут есть детали, которые трудно сперва заметить. Не бойся теней в переулке. Это просто я наблюдаю. Вот что написано. Хорошо. Здесь мы больше ничего не можем сделать. На всякий случай попробую сорвать. Нет, тряпку сорвать не получилось. Окей. Тогда, видимо, идем отсюда. Идем на звук. Ааа! 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 Что это? Что это за страшные звуки? Пугают меня тут. Как отсюда выйти? Я хочу вернуться к себе в будку. Ааа! Бездомный. Hopeless. Безнадежный. Ооо! Тень! О, нет! О, нет! Тень, 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 тень! А? Никого нет. Или это дверь закрылась? Это был... Я думал, это тень человека. Это была тень человека. Просто он прошел и закрыл дверь. Закроем ее обратно, чтобы он не смог оттуда напасть. Фонарик нельзя. Ничего нельзя. И кнопочку тоже не нажать. Тут нет кнопочки, потому что... Вероятно, еще один бездомный пробрался на запрещенную территорию. Ну да, наверное. Скорее всего. Здесь мы не пройдем. Все, выходим отсюда. А, наконец-таки. На улице будет спокойнее, честно. А откуда мы выйдем? О, мы вышли из того же самого выхода. Как это так? Ладно, мы возвращаемся в будку, получается. Можно выдохнуть немножечко. Немножечко только. Так, а чуть-чуть. Вот радиус покаивает. Опа! Какого черта этот чувак делает на станции в этот час? Опа! О, нет. Ой-ой-ой! Он похож и на Грэнни, и одновременно на куклу из пилы. Ой, стрёмно. Он теперь смотрит. Как бы я должен, видимо, пойти и состраданием его сопроводить. Нет, пусть музыка играет. Он будет думать, что мы все еще здесь. А мы выйдем. Мы выйдем и пойдем. Что это? А-а-а! Нам показывают туда идти. Экран всегда гаснет, когда я подхожу. Я не знаю, что за прикол. Окей, идем. Ну, просто видно же, что там был необычный бомж. Там какой-то страшный, высокий чувак. Реально жутко сделанный, если честно. Почему бы не взять какое-нибудь оружие с собой? Почему бы не подготовиться? Ну, то есть, должен же быть здравый рассудок. Даже если это обычный чел в маске или два маленьких мальчика, которые встали друг на друга и надели большое пальто, все равно как-то необычно. Очень необычно. И очень рискованно идти туда без всего. Уговаривать человека, у которого уже нет ничего, ему нечего терять. Уговаривать его свалить-ка отсюда. Ведь я же охранник. У меня есть власть. Ну, что ты будешь делать, охранник, если вдруг человек перестанет подчиняться правилам? Ведь ему наплевать. Нам сюда. Опа. Что это? Курочка готова? Боже мой. Это ужасное преступление. Мог бы все-таки сходить за оружием. Оно вообще есть у нас? Что написано? Не понятно, что написано. Блин. Опа. А что? Маска доктора. Чумной доктор. Это всегда выглядит как символ болезни и смерти. Какие там? Голова. Неприятная голова. О, нам сюда надо. Что это? Что это? Надо повернуть. Ооо. Ооо. Как басит. Как жутко. Что это такое? А, это блендер. Специальный фруктовый сок, заказанный стервятником. Смесь человеческого глаза и мозга. Это мне? Обожаю смузи. Опа. Черт, и плохо встал. Надо по-другому встать как-нибудь, чтобы было лучше прочитать, удобнее. Это очень редкий, оригинальный, античный, твердый, старый, индийский, редкий, оригинальный, редкий шприц. Насосный пистолет еще написано, добавок ко всему. Окей. Очень редкий и старый, да, видимо. Так, все, в общем, блендер сделал свое дело. Нам надо, видимо, валить отсюда. Так, здесь мы ничего не возьмем. Короче, он просто нас запугивает. Он просто нас запугивает. Я не дамся. Ой, нет. Кто-то прошел. Ой. Лампочка бросит. Пора выходить. Фу. Мать. Какую сторону? Какую сторону? Темно. Ой, я иду наверх. Но не могу пойти туда. Хорошо. Все нормально будет. Держись. Крепись с низцей. Какую сторону? Вот сюда, наверное. Он завлекает меня. Отсюда. Отсюда. Что? Я кричу от одиночества посреди толпы. Посреди улиц, набитых людьми. Но никто не слышит. Внутренний демон. О, понятно. Внутренний демон. Я понял, к чему это. Так, мы здесь пройти не можем. Внутренний демон. Это про нас. Это наш внутренний демон. Скорее всего. Ну да, но здесь я точно не пройду, не убрать, никак ничего не сделать, не пройти. Надо возвращаться обратно, судя по всему. Вот сюда. Точно. А это что такое? Треножник? А, нет. Это табличка мокрый пол. Потому что я боссал его уже от страха. То есть правда жутко? В таких играх, чем дольше ты не видишь врага, тем больше у тебя нагнетает внутри. Ты такой, ну вот сейчас он будет. Нет, ты все никак не можешь отпустить. Отпустить это чувство, которое тебя гнетет постоянно. О, вот это станция метро. Интересно, это настоящая станция метро? Ну, в плане карта, схема. Давайте-ка проверим. Ну, не совсем похоже. Скорее только цветами. Я что-то испортил? Он тут мне все испортил, все. Я свалю на него, конечно же. Это что такое? Ротбанд? Зачем он здесь? И зачем мне его брать в руки? Вот она. Смерть самая настоящая. А, найдем дальше? Ой, тихо. Тихо. Идем. Блин. Что, ты должен был здесь нажать? Слышите? Неприятный звук. Это строительство метро. Я понял, этот бомж сильно обозлился. Вот тот, с которым я сейчас имею дело. Он когда смотрел на эти фотографии, такой, опа, мне дом строят. А оказалось, что это метро. Типа, сюда. О, женский туалет. Какого черта ты делаешь в женском туалете? Это тоже все он сделал? Ладно, закрыть вентиль. Сзади! Так, здесь есть кто-нибудь? Нету никого. Ладно, идем. А теперь в мужской идем. Он тут. Блин, ну я не могу туда пройти. Идем в мужской. Но здесь хотя бы ничего не течет. Хорошо сделали. На совесть. Ага, вон и есть будка открыта. Швабра. Что за свет? Немножко я испугался. Стервятник. Соглашение о переводе пентхауса, перемещение пентхауса из Манхэттена. Итак, обе стороны осознают, что пентхаус будет продан в текущем его нынешнем состоянии. И все гарантии, которые будут по состоянию на 7 августа 98 года. Продавец мистер Роберт Купер, покупатель Стервятник. Адрес такой-то, цена 250 миллионов долларов. Подпись покупателя. Смайлик. Ладно, я оставлю тебя здесь. О. Э. Э. Закрыли. Слышите, напевает. О. Офигеть, ему легко было меня увидеть. Ну, он, наверное, увидел, он играет со мной. Теперь я должен, да? О. Пожалуйста, не надо. О. 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 Его здесь не будет. О. Как же это было жутко сейчас, мамочка. О, мамочка. Что он сделал с трупом? Что ты с ним сделал? Ничего он с ним не сделал. Может быть, записку дописал какую-нибудь? Нет? Нет, все то же самое. Че так темно стало? Все. Свет вернулся. Просто мои глаза отвыкли от темноты, видимо. О. 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 Мне тут не нравится. Нет, нет, нет. Здесь ничего не добавилось, не изменилось. Эээ, надо просто возвращаться. Вот сюда. Слишком тихо. О. Я ухожу отсюда. Нахрен. Хрен я отсюда ухожу. Что же мы должны сделать? Здесь то же самое. Идем прямо сюда. Стоп. А пройти я не могу. Черт. Почему я не могу пройти? Там решетка, потому что нужно обойти. Он там смеялся, по-моему. Значит. Обходим. Вот сюда. Вот сюда. О. О. О, эскалатор все еще работает. Ти-по у них есть деньги, чтобы вот так вот постоянно крутить эскалатор. Чтобы он электричество гонял. А просто привести в порядок метро насрать и забыть. вот теперь мы на платформе вспомнилась игра про сейчас не шинкансен а как-то по-другому называлась от chile's art где мы были на проклятом поезде можете здесь посмотреть очень классная была игра ну или в описании можете тоже посмотреть люди 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 тени скорее уходим отсюда пароль какой у я не знаю нет неправильный пароль у меня врежут а чё по паролям пароли 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 фак четыре пять шесть а здесь нет никакой цифры нужна цифра на всем отсюда мы не уйдем уже 100 3 это явно цифра 3 7 и 7 3 7 3 8 7 3 8 7 вот это и наблюдательный 7 3 8 7 ей проходим открывайся урод спасибо все ниже и ниже спускаемся нам все еще надо со страданием и пониманием к нему обратиться когда мы подойдем или со страданиями обратиться что страдание он точно нам причинит уже причиняет я могу просто сидеть в своей будке закрыта ну открываешься мне нет мне не открывается как это какого дьявола откройте мне ау открою теперь открывается все 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 спокойствие спокойствие мы ты еще раз на дело у нас будет выбор оставить его кто-то что ты здесь делаешь не пожалуйста я тут никому не причиняю вреда пожалуйста оставьте меня покоя у меня нет убежища пожалуйста не бойся мой друг я тебе не причиню вреда а мы со страданием я просто хочу знать и если ты видел здесь большого бездомного я здесь все это время и никого и других бездомных не знаю пожалуйста не выпины выйти меня отсюда он не видел никого это только я видел окей ладно мы его оставим получается тебе свет выключить я не могу к сожалению извини прости ладушки теперь мы можем пойти еще ниже и конца и края этому нет все ниже и ниже мы в туннеле там пояс я вижу мама вот он стоит ему до меня рукой дотянуться легко он все еще здесь в темноте или исчез он походу и он исчез он будет сейчас туда я вижу его здесь а он сам этот поезд едет сам без машиниста так как нам поехать дик интенсивненько мы спустились еще ниже кстати говоря куда уж ниже то следующая остановка и конечная остановка просто надо можно это можно только в одну сторону о стоп мы поднялись я ошибся и очень рад тому нужно позвонить в полицию прямо сейчас пока я не стал следующей жертвой это чё какого фига он здесь стоит и при этом у него фары включены очень странно ладно идем возвращаемся а вот наша будка закрывай закрывай вот телефон какого я выйду конечно же все что там ну-ка чертов забор ну ка что я думал он исчезнет а это персонаж я остановлюсь параноиком не дали ачивку встретить незнакомца я же думал час не поболтал мне что-нибудь расскажет а да полицейским позвонить итак полиция чёрт телефон сдох ну супер и что-то от меня хочешь что-то от меня хочешь теперь видимо нужно идти куда-то снова нас заперли здесь что я кого-то видел мне показалось ли кто-то пробежал вот он я чувствую этот чел хочет превратить мою ночь в настоящий кошмар я голоден могу ли я съесть тебя что-то да блин никого же нет кто же стучится и куда мне теперь вот туда полицейские приятный звук но они не знают что я в беде порыться а что я ему сделал потому что я охранник и я просто делаю свою работу и все и как мне отсюда выбраться можно толкать коробки мы должны каким-то образом использовать да чтобы сделать из них типа лесенку вот так погодите здесь можно прыгать в этой игре и можно поднимать вот такой прыжок нихрена себе такие адские прыжки все время можно было прыгать ладно будем знать это че я здесь должен починить телефонную линию стоп загорается а вот сюда оп вот мне показалось это он стоит тут ни хрена тут адское огнево ладно туда мы тоже не пойдем нужно где-то газ перекрыть вот здесь например оу пожалуйста нет не хочу погоню кого-то жрал какая какая тьма как же ничего не видно вот сюда с этой стороны а вот он вентиль окей все больше плана нет ага идем все идем дальше окей куча опять мест куда можно зайти оп нет мы туда не пройдем как же пробрало сейчас а я проснулся а где я проснулся мы в переулке мы были здесь а это совсем другое место походу это место выглядит знакомым мне абсолютно нет это что за чубака или бигфут опа ура мы что-то починили ой оно само это лифт надо убрать опять ты привет как дела мы уже с тобой не незнакомцы поехали поэтому нам не будет неловко в лифте ну что же еще расскажешь ты в курсе тут есть чувак один он очень страшный оно не хочет разговаривать здесь был я опа ремонт тут смерть все по-русски тут что-то не так о почему мы продолжаем туда смотреть эй на меня смотри ладно ладно идем сюда видимо нет здесь произошло преступление о мой год ой ой тихо 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 не надо не надо судя по всему нам нужно еще выше перестаньте 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 вот сюда кажется опа мистер джо смит бруклин нью-йорк юнайтед стейтс 25 августа 72 года мистер смит поскольку вы ренту не заплатили 1550 долларов это письмо служит как формальное уведомление что вы должны освободить данную квартиру пожалуйста все свои вещи заберите и оставьте квартиру в хорошем состоянии до вот ну до даты 4 августа 72 года ваш смотритель ваш домоуправленец погодите игра сохранена нам сюда и надо мы будем в квартире чё это его квартира этого бездомного он превратился в демона а я думаю это квартира в которой я жил когда мы были когда я был маленьким какой гадюшник как в метро прям мерзкий туалет опа звуки где кто в моем доме значит может быть это большая квартира то есть много ходов всяких что вот смотрите так это таблеточки еще внизу есть шприцы о боже мой что это спрей какой-то кошмар и это таблеточки это квартира в таком состоянии потому что она заброшена или мы когда были маленькими жили в таком таких условиях ну-ка здрасте прошу 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 о маленький мальчик маленький мальчик я потерял свою машину машинку точнее кто-нибудь найдет ее я должен найти эту игрушку он не будет со мной говорить пока я не найду ее крутая тема вот с поворотом световых источников создает сразу интригу накал страстей еще раз внимательно посмотрим здесь вот ни хрена ай здравствуйте это что здесь что упало опа гости пришли иду 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 сейчас секундочку что записка разве ты не поражен тем насколько мы с тобой похожи типа я с этим стрёмным высоким челом похожи мы машинка ни хрена че по машинке нашел есть скорее к мальчику кто где кто кто какой малыш вот тебе твоя машинка он он вообще живой это он я я пойду нет он не хочет чтобы я уходил такой он скрудж мне сейчас устроит три волшебных рождества да так вот он стоит мы напрям это река мы на воде ладно идем к нему он ненавидит этот город так же как и я ой я такой маленький пипец это я убил это я убил я убил охранника он меня за это благодарит молодец сынок ты убийца ты убийца ты грешник я не убивал его ой 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 все начинается какой-то сюр уже мы в психушке всего этого на самом деле нет мы это он он это мы внутренний демон да но я угадал когда вот эту фразу увидел мы снова в метро кстати говоря опа ой прибило блин это тоже сделал я дробовик чё он хочет чтобы я взял вину за убийство бог мертвый я такой выстрелил цак а че мы прям стрелять будем бог нифига я не согласен ты мертв ты сейчас будешь мертв я так понимаю мы сейчас с ним будем сражаться оп прыжок точно с прыжка сколько у меня кстати патронов ага какую сторону вот сюда бам мне не нравится этот коридор мне не нравится этот коридор ой ой блин черт стреляй 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 прыгай убили убили гада так он еще не закончил с нами а мы с ним я мало в него пострелял типа четыре выстрела да примерно нужно четыре так сюда вот там еще один коридор и либо вот сюда главное чтобы он не подобрался к нам носик чешется он сейчас отсюда выйдет да да раз то есть коваляет коваляет нет пощечек you are dead черт взял убил меня почему же я тогда его убил воу нифига меня кинуло сейчас ладно идем где у нас этот дробовик вот он тире 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 я должен его убить вот я не дочитал кратске фразу он хочет на меня повесить убийство ну уж нет стреляй оп два три четыре хорошо четыре выстрела четких в голову четыре блин как красиво оружие выглядит значит сразу вот сюда идем ну-ка давай выходи раз два три четыре есть главное не мешкать просто стрелять стрелять и стрелять ну че где ты а че ты где ты вот коридор вот коридор нам сюда видимо ой там шарики нарисованы я готов раз два три четыре пять ну вот тут раз пять наверное потому что издалека я начал стрелять окей но с оружием мне стало комфортнее гораздо где где три блин черт я думал он сзади нападет это было бы это усложнило бы игру но я и так запоролся давайте еще раз попробуем все никаких сюрпризов раз два три четыре пять шесть есть убить стервятника а он стервятник глаза потухли его и это на самом деле он улыбается он улыбается ему нравится что мы его убили ой какая неприятная улыбка после убийства стервятника Альберт сообщил об инциденте в полицию однако полиция не нашла никаких следов тела или каких-либо улик существования стервятника Альберт попытался убедить офицеров в том что убийство человека в ванной было совершено именно стервятником но учитывая улики полиция заключила что Альберт был психопатом и что он совершил это убийство самостоятельно Альберт был осужден и провел остаток своей жизни в больнице для умалишенных Это что сейчас будет в стиле сияния сейчас призумит какой-то фотки и там буду я или тот чел А что у них у всех одинаковые лица А вон он О-о-о, на фотографии. Он всегда был там. Бездомный. Окей, эта игра была прикольной. Прикольной, жалко предсказуемой в плане сюжета. Концовка. Не хватило вот этого ощущения прям кульминации, что вот. Прям на последнем издыхании. Опа, смотрите. Что это такое? Три года спустя. Мы еще не закончили, оказывается. Майкл, это из главного управления. Какой-то странный индивид находится недалеко от тебя. Пожалуйста, иди к нему, чтобы... Ага. Мы че, продолжаем играть? И вообще, где мы? Депо. Почему по-русски написано? Мы же в Нью-Йорке. Мы сейчас снова этого чувака увидим. Что у нас здесь? Туда? Ага. Это он. Это он. Расслабился. Даже, наверное, сильно расслабился. Но, тем не менее, вот такая игра. Красиво сделана. Коротенькая. Я надеялся, что она будет подольше. В общем, на ваш суд, друзья, представляю эту игру. Напишите в комментариях, что вы думаете. Если понравилось видео, поставьте лайк. Независимо от того, понравилась игра или нет. Потому что я тут старался, обстремался за вас. Понимаете? Постарайтесь теперь за меня. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видосы. А также заходите в мой Телеграм, мой Густи, мой ВК. Все будет в описании под видео. С вами был Юджин. Всех люблю, обожаю, целую, обнимаю. И всем пять!